Так, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор об отборочном этапе Чемпионата Европы по футболу. И мы сосредоточимся на матче между сборной Турцией и сборной Армении. Ну да, мощно звучит, и здесь я в какой-то момент даже удивился, что эту встречу, в принципе, допустили. Просто всем известны исторические тяжелейшие страницы, которые были в жизни Турции и Армении, и то, насколько напряженно сейчас ситуация между этими государствами. Но вот, пожалуйста, футбольный матч прошел, и на самом деле это в каком-то смысле даже хорошо. Потому что спорт как раз и должен идти вопреки политике. Здесь команды должны играть друг с другом, несмотря на взаимоотношения между государствами. Но, с другой стороны, полностью абстрагироваться, конечно, невозможно от того, что происходит на международной панораме. И здесь, конечно же, чувствовался нерф и чувствовался сумасшедший настрой, что у одних, что у других. Поэтому тут не будет каким-то журналистским штампом сказать, что это был не столько футбол, сколько битва. Самая настоящая между армянскими и турецкими футболистами. Ну и что я вам могу сказать? Это было действительно очень круто. И армянская команда, которая изначально, конечно, смотрела здесь однозначным андердогом. Все-таки турецкая сборная сильна. Классные игроки из топовых чемпионатов. И еще и на своем поле они играют. Казалось бы, здесь, но они обязаны, ну не знаю, не то чтобы громить своего соперника, но убедительно побеждать. Но армянская команда показала зубы и дала такую битву турецкой команде, что мое почтение. В общем, давайте разберем эту встречу и обсудим ее поподробнее. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легально, она нас поддерживает. Она делает просмотр футбола еще интереснее. Тем более, что сейчас у Пари есть специальная акция и специальный бонус для вас, для моих уважаемых зрителей. Вы можете получить фрибет в 1000 рублей. Как его получить? Нужно пройти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте Пари и после этого пройти верификацию. И вы получаете ту самую 1000 рублей фрибета, которую можете дальше использовать по своему усмотрению. Можете там, я не знаю, на баскетбол поставить. Сейчас чемпионат мира идет на хоккей, футбол. Как посчитаете нужным? У Пари абсолютно легальный сайт, замечательное современное приложение. Там можете сделать выбор в пользу вашей любимой команды. И как хотите, можете распорядиться этим самым фрибетом. Ну а мы переходим к стартовым составам. И здесь, ну, наверное, та самая причина, почему за сборную Армении будут болеть очень многие россияне. Не только потому что соседи и все остальное, но и в том числе потому что здесь очень много игроков, игроков, которые не чужие для России. Ну а по факту здесь очень много российских игроков, которым выдали армянские паспорта. Которые родились в России, воспитывались российскими клубами, но сейчас выступают за другую национальную команду. И так как Россия отстранена от международных турниров, вот можем поболеть за российских игроков в сборной Армении. Тоже, по-моему, неплохой вариант. Тем более, посмотрите, как они рубятся и с кем они рубятся. Так вот, из россиян тут, конечно, Спертиан, Аручинян, представители Краснодара, воспитанники этого клуба. Тикнизян ближе, кстати, к Атаке, игрок ЦСКА. Так что здесь есть за кого поболеть, как говорится. Ну и, в принципе, у Армении очень интернациональная банда. Тут и Югослав на воротах, и африканцы в центре поля, и немец, ну точнее, воспитанник немецкого футбола Ранос в атаке. В общем, такая банда максимально интернациональная собралась здесь у армянской сборной. С другой стороны, у турок примерно то же самое. Есть представители немецкого футбола, то есть воспитанники немецких клубов, французских и так далее. То есть, опять же, французы и немцы турецкого происхождения, которым выдали паспорта. Поэтому здесь получается очень такая интересная смесь, и с той, и с другой стороны, самые разные футболисты в плане футбольной культуры. Что, конечно, дает такой интересный привкус этому матчу, как будто не сборные смотришь, а уже клубы с трансферами и со всеми делами. Но в итоге Чанчаревич на воротах у Армении в защите. Арутюнян и Араян, кстати, тоже хорошо известны российским поклонникам футбола, выступал в России в свое время. В центре защиты Макарчан и Дашян на флангах. Иву и Спирциан в центре поля. Спирциан, да, кстати. Обратите внимание, в сборной Армении он оказался на достаточно глубокой позиции. Ну и впереди четверка атаки. Ранос на Астриете. Князян, Силараян и... Простите, Бичахчан на позиции правоатакующего Хавбека. Ну, опять же, многие, возможно, спросят, а где там Генрих Мхитарян, самый лучший из армян. Но сейчас он за сборную не выступает. Увы, ях, с ним было бы, наверное, тоже очень интересно посмотреть на этот матч, но не сложилось. Что касается турецкой команды. Мерт Гюнюк на воротах в обороне. Демирал и Си Юнджу в центре защиты. Си Юнджу, недавно перешедший в атлетику, кстати. Оз Чакар на левом фланге, Чилик на правом. И как тут не вспомнить, что Оз Чакар своей ошибкой очень здорово помек армянской команде забить свой гол. Юксек в центре поля. Челханоглу ближе к атаке, здесь же Кюкчу. Елмаз на острие атаки. И Юндер на правом фланге. Кстати, если что, это не Бурак Елмаз, это немножко другой уже исполнитель. В общем, потихонечку, потихонечку у турок тоже прошла такая стадия обновления. Много новых исполнителей, много новых игроков. Интересно следить за тем, как сейчас команда под руководством Штефана Кунца, достаточно толкового немецкого наставника, обновляет потихонечку свой коллектив. Да, Штефан Кунц тот самый, который в свое время, по слухам, мог возглавить сборную России. Еще одна отсылочка к российскому футболу. Ну уж простите. Так вот, что мы увидели в итоге в этой встрече? Ну, вполне себе ожидаемо, армянская команда играла вторым номером. У вас спрашивается, как еще можно действовать против турецкого коллектива на выезде. И еще и в той ситуации, когда турки, ну, объективно, очень сильны в плане состава. Представители там Атлетику, других топовых клубов. Ну, тут очень тяжело. Против лома нет приема. Кроме другого лома. И этим самым ломом становится оборонительная игра. Тем более, что здесь уж чего-чего армянам не занимать, так это боевитости этому коллективу. Действительно, армянская команда прям рубилась на каждом отрезке поля. И обратите внимание, в атаке, например, появившийся Тик Низян, он прекрасно известен в России как игрок, который может действовать на фланге защиты. То есть здесь создавалась двойная оборонительная связка. И таким образом максимально насыщались конкретные зоны для того, чтобы блокировать активность турецкой команды. И, кстати, не случайно, что Тик Низян появился вот здесь, вот именно в этой роли. Потому что сдерживать Чингиза Юндера, ну, наверное, одного из главных талантов турецкого футбола за последние годы, это чертовски тяжело. Здесь нужно насыщать, дополнять и играть в два, а то и три опекающих футболиста, чтобы сдержать в том числе вот этого игрока. При этом хотелось бы обратить внимание на отличный прессинг со стороны армянской команды Петраков. Украинский тренер, который в свое время сделал украинскую сборную очень такой агрессивной, прессингующей машиной. Вот здесь он добился чего-то очень похожего от армянской команды. Ведь, ну, у Петракова вообще интересная карьера. Он когда-то был великолепным тренером для молодежной сборной Украины. Потом старшую тренировал, сейчас тренирует старшую сборную Армении. И вот за счет молодости и резвости своих футболистов в украинской молодежке, он, выстраивая мощный прессинг, всегда добивался потрясающих результатов. Здесь мы увидели что-то очень-очень похожее. Прессинг, давление и, конечно же, очень крутые контратаки. То есть, в этой встрече, если мы говорим о статистике по владению, то у турок она была 67 на 33. То есть, двукратное преимущество. А по ударам практически равенство. И будем объективны, в какой-то момент армяне могли выйти вперед 2-0. То есть, реально, в какой-то момент был отличный шанс. И вообще, по ходу большей части встречи, армяне создавали не меньше опасных моментов, чем турки. И вот здесь, конечно, можно рассказывать про то, что гол, забитый армянами, там вот повезло. Там Оз Чакар промазал, там оплошность была серьезная. Ну, технический брак, назовем это так. Но, с другой стороны, воспользоваться-то шансом было нужно. И армяне им воспользовались. Так что здесь армянская сборная очень прагматично и грамотно действовала. И в этой системе она могла бы и добиться победы. Если бы чуть лучше была ситуация с завершением. Но, к сожалению, нового Юры Мавсисяна в плане умений в центре нападения пока что не появилось. А турки? Ну, как бы это сказать, турки все-таки додавили. Вот выскажусь таким образом. Потому что, когда ты владеешь мячом столько времени на протяжении такого длительного матча, А там и дополнительных минут. Вспомните, сколько было. Рано или поздно ты можешь додавить соперника. Ну, и это в итоге произошло. Обидно, потому что, представляете, какой бы был праздник для Армении, Если бы вот так вот взяли и обыграли турок на выезде. Но увезти из Турции ничью, причем ничью, где турки еще и спаслись в концовке, По-моему, это дорого стоит. И вообще, армянская команда выглядит боевитой, интересной. Будем за нее болеть, будем переживать. Тем более, как я уже сказал, тут очень много российских игроков. Недавно туда отправился еще и Севикян. В общем, будем болеть за наших. Будем следить за армянской командой и радоваться ее успехам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!